Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поддерживают пятничное ралли на Уолл-стрит. Оптимизм в азиатскую сессию усиливают надежные данные по розничным продажам в Австралии и Японии за сентябрь. Однако на рынке региона продолжают давить экономические опасения по поводу Китая. Вторая по величине экономика мира сократила в октябре уровень производства и деятельность в сфере услуг. А отставка председателя пекинского застройщика Лонфор Групп еще больше усилила кризис в этой сфере. После голубиных решений нескольких мировых центробанков на прошлой неделе на сцену снова выходит Уолл-стрит-джорнал и публикует очередной прогноз по ставкам Федрезерва. Подобная статья была напечатана в этой крупнейшей и влиятельнейшей деловой газете США две недели назад. Тогда в ней речь шла в том числе о намеках на замедление агрессивных темпов центробанка. Для фондовых бирж даже такая хрупкая надежда стала поводом для оптимизма и роста акций. Вчерашняя публикация выражает мнение прямо противоположное и указывает на длительный период высоких ставок ФРС. Причем и первая, и вторая статьи вышли из-под пера одного и того же автора. И это более чем наглядное свидетельство противоречий, с которыми приходится сталкиваться в последнее время рынком. Не будем забывать, что на бирже по-прежнему давят экономическая неопределенность и смешанные результаты прибыли за третий квартал. Особенно болезненным оказалось недавнее падение акций американских технологических гигантов Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft. Тем не менее, инвесторы продолжают спекулировать на потенциальном глобальном замедлении ставок. Продолжится ли ралли на этой неделе, зависит в первую очередь от Федрезерва США. Причем не от уровня ставки, с этим как раз все понятно. Сигнальный для ФРС дефлятор ВВП по базовому индексу цен в сентябре продолжил расти и составил 5,1%. Поэтому на фоне все еще сильной экономики и рекордных за последние 40 лет уровней инфляции, американский Центробанк почти наверняка останется сверхагрессивным, и Федеральный комитет по операциям на открытом рынке в среду объявит о повышении ставки на 0,75%. Фокус внимания находится сейчас на том, что скажет глава ведомства Джером Пауэлл. Именно от тона намеков и подтекста в заявлениях и комментариях главы ФРС и будут во многом зависеть дальнейшие движения рынков. Если в выступлении главы Федрезерва промелькнут хоть какие-то намеки на снижение агрессивного накала, ралли рынка будет трудно остановить. Однако, пока час икс еще не настал, доллар США также приостановил отступление и даже перешел к росту. В понедельник американец отошел от месячного минимума 0,053, достигнутого на прошлой неделе. По отношению к корзине валют в азиатскую сессию индекс доллара уже укрепился на уровне 0,111.21. Почти гарантированное повышение ставки Федрезервам окажет некоторую поддержку американской валюте, однако оно же по большей части уже было учтено в ценах. Поэтому рост доллара выглядит достаточно умеренно. На последний торговый день октября главная мировая валюта начинает в зеленом ценовом коридоре и консолидируется между поддержкой 0,111.72 и сопротивлением 0,111.22. Особенно чувствительно отражается укрепление доллара США на японской иене. В понедельник курс пары движется в области 148 иен и поднялся уже к уровню 148.29. Главным фактором давления на японскую валюту остается политика Банка Японии. На своем заседании в пятницу японский регулятор не только оставил в силе сверхмягкую денежную политику, но и заявил о безусловном ее сохранении в ближайшие месяцы. Поэтому в азиатскую сессию беззащитная иена продолжает дешеветь к американцу. И внутридневной диапазон 147.46-148.34, как мы можем видеть на графике, проходит тоже на повышении курса. Заседание Резервного банка Австралии по ставке состоится уже завтра, 1 ноября. Однако в азиатской решения регулятора, скорее всего, тоже не окажет особой поддержки. В своей политике РБА демонстрирует поворот к менее агрессивным ставкам. Поэтому специалисты рынка ожидают, что завтра австралийский Центробанк сохранит умеренность и повысит ставку согласно своим предыдущим планам на 0,25%. Определенные сомнения, конечно, есть, ведь инфляция в Австралии в прошлом квартале снова выросла до наиболее высокого уровня за 32 года. Однако прогнозы роста все-таки не в пользу австралийцы, тем более что ставка американского Центробанка в любом случае превысит РБА. Так что эту неделю ОЗИ начинают в красном ценовом канале 0,6388-0,6430 и снизился к доллару США уже до отметки 0,6392. Прогноз по паре – медвежий. А неделя для рынков предстоит действительно очень важная и напряженная. Основное внимание, конечно, будет приковано к заседанию Федрезерва во вторник и среду, а также к данным по занятости в США в пятницу. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за заседаниями Центральных банков Великобритании, Австралии, Норвегии и Малайзии, а также за показателями роста ВВП и уровня инфляции в еврозоне. Подключайтесь к нашим видеообзорам и держите руку на пользу событий. Пусть эта неделя принесет вам удачу. До встречи!